Их я топила под водой полностью. На них использовала метод 12-12. Я посадила их в разные системы посадки, классическую и открытую. И в посадках одной из орхидей использовала ту самую необходимую, бесплатную, тоненькую и совершенно незаметную деталь. В конечном итоге свой эксперимент я сорвала, сломав цветонос одной из этих двух орхидей. Какие результаты в разных системах посадки, в открытой системе и в классической системе дадут две орхидеи с одинаковым генетическим кодом? Две орхидеи, выросшие на одном материнском растении, на двух разных цветоносах. Если вы не знакомы с этой увлекательнейшей историей, начавшейся на канале классика орхидейного жанра 10 месяцев назад, ссылки на предыдущие видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Привет, друзья! С момента выхода предыдущего видео по заданной теме прошло ровно полгода, поэтому позволю себе напомнить содержание предыдущих серий кратко. Десять месяцев назад, то есть в апреле 2023 года, из Москвы во Владивосток прибыли две орхидеи-двойняшки, выросшие на двух разных цветоносах одного и того же материнского растения. Эти детки с цветоносов были подарком зрительнице канала Елены Тереховой из Москвы. Малышки преодолели расстояние 10 тысяч километров с открытой корневой системой и прибыли из Европы в Азию в достаточно ослабленном состоянии. У одной орхидеи на тот момент было всего два листа, а у второй – три. Я сама попросила Елену вынуть обе орхидеи из прежних посадок. В первую очередь, потому что не содержу свои орхидеи в двойных горшках из очень плотного пластика, а во-вторых, потому что эти самые горшки были подобраны совершенно неправильно, они не соответствовали размеру корневой системы растения, они были слишком большие для этих маленьких орхидей. Пожалуй, это одна из самых часто встречающихся ошибок, особенно у новичков – садить орхидеи в слишком большие для них емкости. Разумеется, сразу по прибытию я искупала обе орхидеи под душем, с полным погружением. А в дальнейшем для восстановления тургора ослабленных листьев я начала применять свой собственно разработанный метод 12-12. Суть этого метода в следующем – орхидеи полностью погружаются под воду на 12 дневных часов и полностью вынимаются из воды на 12 ночных. Внимание! Этот метод подходит только для орхидей без корней или с открытой корневой системой. Кроме того, у орхидей, на которых вы собираетесь применять этот метод, не должно быть никаких гнилостных проявлений и любых свежих механических травм. Этот метод позволяет очень быстро восстановить тургор ослабленных листьев и даже листьев тряпочек. В случае, если у вашей ослабленной орхидеи есть хоть один функциональный корень, тургор листьев восстановится в кратчайшие сроки. Уже через 4 дня применения этого метода тургор листьев обеих орхидей восстановился, и я смогла определить их в разные системы посадок. Более сильную орхидею с тремя полноценными листьями я поместила в открытую систему посадки. А более слабую орхидею всего с двумя листьями в классическую систему. С тех пор, вот уже 10 месяцев, мы наблюдаем за этими орхидеями. Орхидея в какой системе будет развиваться активнее, а цвести пышнее? Начиная с первых месяцев жизни в моих домашних условиях, орхидея в классической системе посадки начала проявлять себя более активно. У нее у первой появились новые корни от ствола и новый молодой лист. Таким образом, за первые полтора месяца жизни в моих домашних условиях шансы у обеих орхидей сравнялись, у них стало по 3 листа. Подобранный субстрат тоже очень понравился. Орхидея в классической системе посадки, и она с огромным удовольствием запускала свою новую корневую систему в новый для нее субстрат. Если вы не так давно на этом канале и не знаете, какой субстрат для посадки орхидеи использую я, ссылку на отдельное видео о субстрате для орхидеи я оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Орхидея в открытой системе посадки не очень уверенно себя чувствовала в большой стеклянной вазе, и тогда я немного помогла ей. Я зафиксировала былую корневую систему в новой посадке двумя кусками очень крупной коры. С тех пор корнеобразование у орхидеи в открытой системе посадки пошло более активными темпами, и обе орхидеи к июню месяцу выпустили цветоноса. У орхидеи в классической системе посадки цветонос появился неделей раньше, а в посадке начал активно расти живой лесной мох. К началу августа обе орхидеи были в полном распуске, и тогда интрига была раскрыта. Какая же орхидея зацветет более пышно? Тогда я провела опрос и выяснилось, что большинство зрителей все же за более пышное цветение орхидеи в классической системе посадки. На мой взгляд, пальму первенства было рано отдавать какой-либо из орхидеи, ведь у каждой из них были свои достижения, и не маленькие. Орхидея в классической системе за 4 месяца вырастила новый лист и мощную корневую систему, а орхидеи в открытой системе посадки пришлось осваивать новый стеклянный горшок. На двоих у орхидеи-двойняшек в летнем цветении было 9 красивых цветов размером 9 см. Если кто-то из вас надумает распознать сорт белой орхидеи, знайте, что это невероятно неблагодарное занятие. Если сорт вашей орхидеи не указан на транспортировочном горшке производителя, понять, какого сорта ваша белая орхидея, практически невозможно, если у нее нет особых отличительных признаков. Какого сорта две эти белые орхидеи, я до сих пор не знаю и узнать не стремлюсь. Этими кадрами полгода назад заканчивалось предыдущее видео по заданной теме. У обеих орхидеи-двойняшек было по 3 листа, по развитой и мощной корневой системе и по одному цветоносу. У орхидеи в классической системе посадки с 5 цветами, у орхидеи в открытой системе посадки с 4 цветами. Если вы до сих пор смотрите это видео и не поставили пальчик вверх под видео, сделайте это прямо сейчас. Если вам нравятся белые орхидеи, напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. Орхидеи-двойняшки относятся к тем сортам фаленопсиса, которые способны доращивать размер своего цветка уже после полного распуска. Поэтому, если ваша орхидея распустила маленькие, казалось бы, неказистые цветы, не спешите пугаться. Возможно, она дорастит их размер уже после полного распуска. Еще во время первого цветения орхидея в классической системе посадки снова первой пошла в наступление. Она начала растить четвертый лист. А я уже было дело, начала переживать. А вдруг у орхидеи в открытой системе посадки поврежден центр розетки, и орхидея не будет уже расти вверх. Но мои переживания оказались напрасными. Когда у орхидеи в классической системе посадки лист достиг длины 6 см, появился лист у орхидеи в открытой системе посадки. Таким образом, счет снова сравнялся. 4-4 по 4 листа у каждой из орхидей. Обе орхидеи подтвердили мое утверждение о том, что орхидея способна делать все одновременно. Одновременно растить корни, листья и прекрасно цвести. Более того, скажу, при правильных условиях содержания и при правильном уходе, фаленопсисы способны цвести, не переставая. То есть, выпускать новый цветонос еще во время цветения предыдущего. Так было и у орхидеи двойняшек. Они обе выпустили по новому цветоносу еще во время цветения на предыдущих. Правда, у орхидеи в открытой системе посадки я увидела новый цветонос только после того, как его сломала. Во время активного роста корневой системы листьев и цветения я поливаю орхидею в открытой системе посадки методом замачивания. То есть, наливаю полную вазу воды и через некоторый промежуток времени сливаю. Во время одной из таких манипуляций я почувствовала запах чего-то зеленого сломанного, запах свежескошенной травы. Стала искать все листья целые, корни на месте, перевернула вазу еще раз и увидела свежесломанный цветонос. На этих кадрах место слома уже подсохло, а цветонос сломался как будто бы с корнем, от него не осталось и следа, а лишь внешняя чешуйка. Прежде чем мы узнаем, стала ли я печалиться и что было с орхидеей дальше, состоялось ли ее зимнее цветение, давайте посмотрим на корневую систему в стеклянной вазе. Два больших куска коры по обе стороны от корневой системы орхидеи пришлись ей очень по вкусу. Причем корни закрепились не только за куски коры, но и за края стеклянной вазы и принялись расти за ее пределами. В дальнейшем я эти корни заправлю внутрь вазы. И в целом за это время размер корневой системы этой орхидеи превысил размер ее листовой массы. Но еще более интересным стало то, что сразу после того, как новый цветонос был сломан, орхидея пробудила меристему на прежнем цветоносе. Изначально более слабая орхидея в классической системе посадки в итоге оказалась более удачливой. За это время она вырастила два полноценных листа, новый цветонос и пробудила меристему на прежнем цветоносе. Но орхидея в открытой системе посадки не спешила проигрывать. О том, как правильно сформировать цветоносы орхидеи, чтобы цветы смотрели в одну сторону, я рассказывала в предыдущем видео. И если вы не смотрели это видео, ссылка на него, как всегда, в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии под ним. Во время формирования цветоносов обе орхидеи жили на подоконнике юго-восточной ориентации. Во время роста цветоносов и формирования бутонов обе орхидеи ежедневно опрыскивались. Для опрыскивания конкретно взятых орхидей использовалась исключительно теплая кипяченая вода. Настои лекарственных трав не использовались. Я уже рассказывала вам, что первое летнее и первое зимнее цветение для всех вновь прибывших орхидей является ознакомительным. Я хочу понять потенциал растений, на что они способны без применения природных помощников. Первый цветок зимнего цветения 2024 года начал распускаться первым у орхидеи в классической системе посадки. И это не мудрено. Вчера в телеграм-канале классика орхидейного жанра я задала вопрос участникам. Какая орхидея процветет в зимнем цветении пышнее? Большинство участников телеграм-чата сошлись во мнении, что более пышно процветет орхидея в классической системе посадки. И они не ошиблись. Хотя я продолжаю настаивать, что если бы я не сломала цветонос орхидеи в открытой системе посадки, расклад мог оказаться совершенно другим. У орхидеи в классической системе посадки на новом молодом цветоносе сформировалось 6 бутонов и распустилось 6 цветов, а на прежнем цветоносе сформировалось еще 2 бутона. Итого 8 цветов в новом цветении. Для орхидеи, которая 10 месяцев назад была ослабленной всего с двумя листьями, это превосходный результат. Если вы все сделаете правильно, по классике орхидейного жанра, все цветы на цветоносах ваших орхидей будут расположены в одной плоскости и смотреть непосредственно на вас. Все в совокупности будут представлять собой великолепную картину. Что меня действительно поразило, так это орхидеи в открытой системе посадки. Из единственно пробужденной меристемы на цветоносе, она вырастила ответвление, на котором сформировала 6 великолепных цветов. К середине февраля этого года обе орхидеи-двойняшки были практически в полном распуске. А я обдумывала, как их поставить вместе так, чтобы зрители не догадались, у какой из них сколько цветов. 14 великолепных цветов на двоих. У орхидей, которые еще 10 месяцев назад были очень ослабленными, с двумя и тремя листьями соответственно. Орхидеи, на которых не применялось ни капли химии, ни капли химически синтезированных препаратов, природных средств, только свет, воздух и вода. А если орхидеи поменять местами, то вместо шикарной шапки цветов получается длинный каскад. В общем, как ни крути, всяк красиво. А теперь на фоне этой цветущей красоты я расскажу о сделанных в ходе этого эксперимента выводах. Общее развитие и пышное цветение орхидеи не определяются системой посадки или выбранным субстратом. Орхидеи способны расти, развиваться и цвести в любой системе посадки, с любым субстратом и даже без него. Главное в содержании орхидеи не разрекламированные удобрения и прочие химикаты. Главное – правильно созданные условия и выверенный уход. Основные питательные вещества для роста и цветения орхидеи получают в результате процесса фотосинтеза, используя лишь воду и углекислый газ из воздуха. Но все это орхидея сможет усвоить лишь при наличии достаточного количества яркого солнечного света или дополнительного искусственного освещения. При недостаточном количестве света орхидея будет свисти скудно, а расти неохотно. Содержание орхидеи в открытой системе посадки без субстрата – занятие не для ленивых. Такая система посадки требует гораздо больше свободного времени от владельцев. По прошествии 10 месяцев содержания орхидеи в пустой вазе могу сказать, что это не всегда эстетично. Ваза может зазеленеть. Открытая система посадки орхидеи не подходит для очень жаркого и слишком сухого климата. Классическая система посадки орхидеи с добавлением фитиля развязывает владельцу руки и многое позволяет. Многое позволяет и многое прощает, в том числе и забывчивость. Если орхидею в открытой системе или даже в классической вовремя не полить – это может быть критичным. Орхидея на фитиле в классической системе посадки может существовать без владельца достаточно долго – до 2-4 недель. Ну а теперь всеми любимая рубрика «Было-стало». Вот так выглядели две орхидеи-двойняшки 10 месяцев назад, когда я их получила из посылки и определила в совершенно новые для них системы посадки. Съемка производится на подоконнике окна северо-восточной ориентации. Ширина подоконника всего 17,5 см. С конца октября и по конец февраля на этот подоконник не проникают прямые лучи солнца. Итак, такими две орхидеи-двойняшки были в конце апреля 2023 года, а такими стали в конце февраля 2024. Тот же подоконник шириной 17,5 см. Жаль, солнца нет для красивой съемки. Понравился результат? Хотите для себя такой же? Тогда изучайте плейлист «Фаленоптисы. Вопросы по уходу». В нем собраны самые ценные и достоверные знания в вопросах ухода за орхидеями. Как пересадить орхидею правильно? И когда это нужно делать? Как поливать орхидеи правильно? Как организовать дополнительное освещение для орхидеи? На все эти вопросы вы найдете научные ответы в плейлисте «Фаленоптисы. Вопросы по уходу». Ссылку на плейлист я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. В очередной раз и от всей души я хочу поблагодарить всех тех участников и зрителей канала, которые принимают непосредственное и активное участие в его развитии. В данном случае безграничная благодарность Елене Тереховой из Москвы за присланных орхидей-двойняшек. И если вы тоже хотите стать частью нашей команды, если вы хотите узнавать новости канала классика орхидейного жанра раньше других, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. И помните, что впереди у нас невероятно много интересного! Субтитры создавал DimaTorzok